Приветствую вас, друзья! Сегодня я расскажу о том, как сформировать гигантский и всегда доступный банк памяти. Мы поговорим о том, как улучшить память, я поделюсь техниками запоминания и раскрою некоторые секреты, используя которые любой человек гарантированно окажется на уровне мировых чемпионов памяти. Может показаться, что я преувеличиваю, но нет, в 2017 году исследователи собрали два десятка чемпионов в соревнованиях на память и просканировали их мозг, сравнивая с мозгом среднестатистического человека. Оказалось, что структурно они ничем не отличаются, серовещество чемпионов не лучше моего или вашего. Однако, кое-какая разница между нами все же есть. Во время запоминания мозги чемпионов работают по уникальным паттернам, разные части мозга активируются в особом порядке. Обнаружив это различие, ученые принялись тренировать обывателей по специальным методикам, и с каждой следующей тренировкой мозги новичков все больше вели себя и выглядели как мозги чемпионов. Например, вскоре испытуемые начали запоминать в 3-4 раза больше слов, чем контрольные группы. Иными словами, упорство и труд рано или поздно сделают из вас Алекса Мюллена, который запоминает колоду карт за 17 секунд. Конечно, если вы хотите подготовиться к экзаменам за неделю, это видео будет для вас бесполезно. Готовить шубу, как говорится, придется с лета. В самом исследовании значительные изменения были обнаружены только через 6 недель активных тренировок. Так что готовьтесь к длительной работе. Итак, приступим. В своей книге «Омоложение мозга за две недели» доктор Гэри Смол делится нашей первой методикой. Она нужна для того, чтобы пассивно улучшать память. Называется «Упражнение четырех деталей». Гуляя по улице, смотрите на людей и обращайте внимание на детали их одежды. Необходимо отметить 4 особенности, а через день вспомнить их. Эта методика, несомненно, улучшит вашу память. Однако, если вы тренируете мозг на абстрактном уровне, запоминая вещи, которые не имеют отношения к вашей деятельности и не могут быть применены на практике, вы очень многое теряете. Собственно, именно поэтому многие приложения для улучшения памяти не работают. Вы запоминаете фигурки, звуки и образы, не имеющие отношения к вашей жизни. Фитнес для мозга должен быть связан с конкретными, понятными для вас вещами, которые приносят ощутимый результат в вашей жизни. Только тогда мозг захочет тренироваться. У наших предков, например, это было связано с охотой и запоминанием местности. Совсем недавно еще таксистов нанимали не только по умению водить, но и по их способности называть все улицы города и их расположение. Сейчас же есть навигаторы, и даже такие элементарные вещи стали ненужным рудиментом. Следовательно, мы будем сами искать себе трудности. Я, например, люблю рисовать, поэтому стараюсь замечать интересные сочетания цветов, форм и теней. Скажем, кора дерева на закате выглядит очень необычно, и есть смысл отметить четыре детали ее отличающие, чтобы потом воспроизвести на бумаге. То же самое касается и любой другой профессии. Четыре детали какой-то рекламы, если вы маркетолог, четыре детали макияжа вашей соседки, если вы работаете в салоне, четыре неожиданно использованных эпитетов книги, если вы писатель и так далее. Исследователи называют это пассивной тренировкой памяти, поскольку вы не используете какие-то конкретные техники, а просто наблюдаете мир и акцентируете свое внимание на его деталях. Прежде чем перейти ко второй методике, я, предвосхищая ваши вопросы, сразу расскажу о мобильных и веб-приложениях, которые якобы улучшают работу вашего мозга. Разумеется, мне постоянно предлагают сделать для них рекламу, и я постоянно отказываюсь. Во-первых, потому что принципиально не делаю рекламу на канале, а во-вторых, потому что наука банально не поддерживает заявления таких компаний. Например, недавно одного из западных гигантов, Люмосити, оштрафовали на 2 миллиона долларов за ложное обещание улучшить память с помощью их приложения. И хотя некоторые исследования говорят, что какие-то приложения действительно могут улучшить концентрацию и внимание, уже другие исследования на больших группах населения показывают их абсолютную бесполезность. Словом, какие-то приложения, конечно, достойны внимания, но какие именно, мне неизвестно. Поэтому не будем делать громких заявлений, а просто отложим приложение в сторону, до тех пор, пока у нас не будет больше научных данных. Тем более, что тренировка памяти — это чрезвычайно древняя практика, и человечество накопило огромный багаж знаний по этой теме. Так что давайте откатимся в прошлое и будем использовать то, что доказано работает. Наша вторая практика как раз подходит под это описание. Она известна еще со времен Древней Греции, а люди ее использующие и сегодня бьют все рекорды. Например, Марвин Волониус за 50 минут в правильном порядке запомнил 5040 цифр бинарного кода. Называется эта техника дворцом памяти. Вот как это работает. Представьте себе какое-то знакомое пространство. Например, ваш дом, школу или офис. Внутри этого пространства есть несколько комнат. Ваша задача визуализировать, как вы перемещаетесь из одной комнаты в другую. Прогуливаясь, поместите вещи, которые вы хотите запомнить в конкретных местах. Лучше всего представлять их в смешном, ярком, броском, необычном, запоминающемся виде. А когда нужно их вспомнить, следует вновь представить себе это место и пройти по заранее заготовленному маршруту. Опять же, следует использовать эту технику для значимых, важных, полезных в вашей жизни задач. Например, с помощью этой техники можно изучать языки, ведь впервые она стала известна как раз в этом контексте. В 16 веке иезуит Матео Ричи стал первым иностранцем в Китае, сдавшим сложнейший лингвистический тест, с которым даже среди самих китайцев справляется всего 1%. Оказалось, что он использовал технику дворца памяти, которую потом и научил китайцев. С помощью нее он даже запоминал целые книги, читая их по памяти в обратном порядке. Для нас это не самый полезный навык, поэтому для этой техники мы найдем более разумное применение. Например, можно запоминать профессиональную терминологию, цитаты, стихи, наиболее важные моменты из книг, названия улиц, исторические и научные факты и т.д. Словом, нужно выбрать нечто, что имеет для вас значение и начать в отношении этого применять данную технику. Более подробно о ней вы сможете прочитать в книге Кевина Хорсли «Безграничная память» или в статье по ссылке в описании. Что ж, думаю, двух методов будет достаточно. Давайте теперь поговорим об образе жизни. Самый главный враг памяти — это сахар. Не тот сахар, что содержится в бананах и яблоках. Эти вещи как раз улучшают память. Но вот рафинированный, изъятый сахар, который можно найти в конфетах, консервах, в выпечке, в соусах, отупляет нас с завидной скоростью. Согласно данным последнего исследования, всего лишь через 10 минут наша способность думать снижается примерно на 30%. То же самое мы видим и на больших группах населения. Те из нас, кто ест наибольшее количество рафинированного сахара, отличаются меньшим объемом мозга, в частности гиппокампа, и худшей памятью. Они также чаще заболевают болезнью Альцгеймера, забывая не только, где они оставили ключи, но и как выглядят их близкие. Поэтому сахар я бы убрал и добавил бы ягоды, о которых уже не раз рассказывал в своих видео. Лучше всего изучена черника и голубика, они показывают прямо-таки магические результаты во всех исследованиях. Например, 12 недель систематического потребления черники приводит к 20% улучшению рабочей памяти. Также в этом деле будут очень полезны орехи, в частности грецкие орехи, которые при долгосрочном потреблении улучшают уже долгосрочную память. Грецкие орехи хороши своими жирами, но даже в них нет нужных нам ДГК жирных кислот, которые доказанно улучшают ментальные способности, включая память. Лучше всего их получать из добавок, ссылки на которые я оставлю в описании. И конечно, я был бы не я, если бы не сказал о медитации. Около десятка исследований достоверно установили, что систематическая медитация улучшает рабочую память, причем видимые результаты появляются уже через две недели. Ну а если вы настроены очень серьезно и хотите штурмовать мир своей памятью, то у меня и для вас хорошие новости. Недавно ученые открыли целый ряд грибов, содержащих уникальные и очень полезные для памяти активные вещества. Полный список этих грибов я приведу в описании, тем более, что некоторые из них можно купить, например, на iHerb. Фух, думаю, на этом мы остановимся. Теперь у вас есть все инструменты, чтобы запомнить название столицы Таиланда, ну или прекрасные моменты своей жизни. Чести и удачи!